Репрессия 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 к тем шагам, которые сегодня предпринимает Путин. Сегодня для многих частей элиты гораздо опаснее не гнев Путина, а список Магнитского. Вчера он появился, вы знаете, будет в Европе. Это вопрос уже решенный в европейском сообществе. И элиту это пугает. Они не хотят международной изоляции. Они не хотят жить в стране, в которой могут начаться массовые гражданские конфликты. Они не хотят жить в стране с непредсказуемым будущим. И я думаю, что это порождает серьезнейший внутренний конфликт той элите, которая пока еще лояльна режиму. Получается, что Путин просто провалил свою миссию защиты авуаров там за границей, свои клиенталы? Я думаю, что Путин и не брал на себя обязательства защищать эти авуары. Хотя вы знаете, что внесен закон, который предусматривает компенсацию тем потерям, которые вдруг произойдут при решении западных судов. За счет нас? Ну, за счет бюджета, конечно, за счет налогоплательщиков. Но я думаю, что большая часть элиты сейчас испытывает очень серьезное внутреннее беспокойство и недовольство курсом. Желало бы его поменять им. В этом тоже есть залог возможного конфликта, вернее, возможного союза с частью элиты, который понимает, что без диалога с обществом, пусть даже с частью гражданского общества, страна обречена. А когда народу-то много выйдет? Когда желудок к позвоночнику прилипнет? Я думаю, что, к сожалению, да, наверное, нужно дождаться каких-то экономических факторов. Вы наверняка читали и знаете, что в России ускорилось бегство капитала. В России стагнационный период наступает в экономике, и даже цена на нефть не помогает. Вы видите, как малейшие колебания мировой конъюнктуры отразились на курсе рубля. Оказалось, что валюта наша общая, даже и не деревянная, а вообще никакая, тряпочная. Тряпочный рубль, он валится при любом, так сказать, малейшем колебании воздуха экономического. Поэтому я думаю, что все это будет нарастать, и очень скоро к этой части гражданского населения примкнет та, которая, в общем-то, будет испытывать серьезные материальные проблемы и трудности. И они не за горами. Редактор субтитров А.Семкин